Всем привет, ребят, с вами Джейкоб, и в общем, как вы уже поняли, по названию данного видео я решил сегодня записать видосик по Майнкрафту. В принципе, довольно-таки давно я не записывал видео по Майнкрафту, уже возле трёх недель где-то, ну, примерно столько, вот. И сегодня я решил немножко вспомнить былое, так скажем, потому что Майнкрафт я, по сути, толком уже не играю, вот. Но, тем не менее, на канале есть аудитория, всё-таки, которая смотрит Майнкрафт, вот. И специально для таких я решил, в общем-то, записать данное видео. И, как вы уже поняли по названию данного видео, сегодня я вам покажу, как сделать батут в Майнкрафте, так что давайте приступать. Итак, что же, ну, в первую очередь осмотрим сам механизм. Механизм построен довольно-таки просто, без каких-либо командных блоков, то есть, как бы, ну, сегодня вообще в Майнкрафте уже очень часто используют, как бы, командные блоки. Это уже норма, уже как минимум года два, по-моему, я могу ошибаться даже. Вот, но, тем не менее, до сих пор обычные простенькие механизмы до сих пор не потеряли популярности. И на них до сих пор делают разные, там, механизмы, разные интересные штуки и так дальше. Давайте осматривать, собственно, наш батут. Вот так он выглядит. Внешний вид, сразу скажу, что вы сможете поменять, по сути, сразу. Ну, как вам будет удобно смотреться, что ли, и красиво. И давайте осмотрим его. Как видим, здесь у нас такая лестница небольшая. Ну, и здесь, собственно, сам батут. За основу взяты, как вы уже видите, блоки слизня. В общем-то, я давно не заходил в новые версии Майнкрафта. Это версия 1.10.2, самая новая на данный момент. В общем-то, ну, я давно не заходил, здесь столько всего нового, что такое впечатление, что я вообще сейчас потерялся во времени. И, видимо, если захочу как-то в будущем еще какой-то летсплей сделать, то придется разбираться с этим всем. Ну, это уже посмотрим в будущем. В общем-то, возвращаемся. В общем-то, вот такой у нас механизм. То есть, вот такой вот небольшой у нас батут. Тем не менее, чисто для развлечений, возможно, для какого-то механического дома. Думаю, что вполне даже сойдет. В общем-то, занимает он, как видите, 6 на 6 блоков. Да, довольно-таки компактный. И, как бы, свою функцию выполняет, так скажем. Вот. Я не экспериментировал. Как бы, возможно, его можно даже сделать шире. И, возможно, это будет даже лучше смотреться для многих игроков. То есть, для ваших друзей, например, чисто развлечься, когда нет чем заняться. В общем-то, да. Ну, и также хочу сказать, что данный механизм я увидел у такого ютубера, как Дмитрия Скрынника. В общем-то, я оставлю ссылку на его канал. В принципе, чтобы не было никаких авторских претензий. В общем-то, у него я увидел данный механизм. И, думаю, он не возражает, что я решил по нему записать, собственно, свой видос. Итак, в общем-то, мы осмотрели батут. И, как видите, я сделал уже здесь вот такую заготовочку. И сейчас мы будем приступать к его постройке. В первую очередь, скажу, что нам нужно. В общем-то, нам нужны следующие вещи. Воронка, компаратор, липкий поршень, блок слизи, железный блок. Но это чисто для, как бы, основы ступеньки. Это уже чисто для внешнего вида. Вы можете, по желанию, другие блоки брать. Ну и другие блоки, это вообще, как бы, чисто для интерьера. Также любая вещь нам нужна, которую мы будем закидывать в воронку. Ну, в общем, вы сейчас все увидите. И также желательно нам выбрать светильник Джека. Сейчас поймете, почему. Итак, давайте приступать. В первую очередь, мы ставим здесь, как раз-таки, воронку. Которая должна, как бы, одна выходить в другую. Ну, то есть, как бы, вы знаете уже, как это делать. Опытные игроки уже, как бы, давно поняли, что имеется в виду. В общем-то, с этой стороны мы ставим редстоунский компаратор. И поршень. По сути, все. Вот сам механизм. Так он выглядит, как бы, изнутри. Больше ничего не нужно. Теперь переходим к самому батуту. Ставим блоки слизи. Четыре штуки, в моем случае. Ну и после можно уже чисто оформлять, так скажем. То есть, можно уже какими-то блоками здесь обставлять. Такс, такс, такс. Да, вот так. Вот. Здесь пока что закрывать, наверное, не буду. Да. И, в общем-то, здесь мы ставим светильники Джека. Дело в том, что, в общем-то, может, кто не понял, зачем они здесь. Дело в том, что они не перемещаются. То есть, у блока слизи есть такое свойство, так скажем. Если блоки рядом, то он будет их притягивать. Я этого до сих пор не знал, как бы. Подумал, зачем вообще здесь светильники Джека. Решил поставить здесь какие-то другие блоки. И они тупо начали двигаться вместе с блоками слизи. И тогда я, как бы, допер. Что да как, в общем-то. Так, так, видимо, здесь это лишнее сделал. Вот, теперь можно уже оформлять, да. Пожалуй, сделаю я немножко по дизайну по-другому, наверное. Не знаю, как, в общем-то. Вот, как-то вот так, надеюсь. Возможно, немножко будет отличаться от того первого. Но, впрочем, это не суть важно. В общем, вот. В общем, как-то так. Что делаем теперь? Теперь, по сути... По сути, сейчас мы, как бы, занимаемся чисто уже оформлением. То есть, уже можете по желанию оформлять именно так, как вы хотели бы видеть данный... Как раз-таки батут, что ли. Вот. То есть, уже, как бы, здесь уже чисто... Так, как вы его себе представляете, уже можете чисто оформлять. Я, наверное, это немножечко ускорю. И, когда уже оформлю так, как мне будет по душе, тогда, наверное, уже продолжим. enf一个. Так. 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 Ну, в общем-то, примерно как-то так. В общем-то, сейчас фантазия у меня немножко плоховато работает, поэтому как бы... Ну, не знаю, в общем, как-то так. Немножко похоже получилось. И так, уже сейчас нам нужно закрывать вот здесь, в общем-то, механизм. И перед этим нам нужно как раз-таки закинуть любую вещь в воронку, которая позже активирует сам механизм. Я выбрал вот этот мухомор. Не знаю почему. И, в общем-то, не важно. В общем, ну вот, как видим, уже задействовался наш механизм. И мы можем смело закрывать как раз-таки наш механизм. Ну, и если вас будет напрягать, в общем-то, как раз-таки, сам механизм, то, что он работает, либо там какие-то звуки лишние, вы в любой момент сможете забрать эту вещь, которую бросили в воронки. Вот. И он как бы перестанет, в общем-то, выдвигаться, что ли. Хорошо. Ну и, по сути, больше ничего не осталось, как немножко сделать данный батут более доступным. Там поставить лестницу. То есть, уже, по сути, реально мелочи. Блин, что-то. Вот. Такс. Ну, сделаю примерно как здесь. Я сделал. Тут уже, опять-таки, чисто по вашему вкусу. Оу! И так, ну, и, конечно, поставим, в общем-то, лестницу, чтобы легче было взбираться сюда. Ну, что же, как видим, наш механизм работает. Давайте его проверим, чтобы окончательно в этом убедиться, что он работает как нужно. Конечно, бывают иногда такие подлагивания, когда вы не подпрыгиваете, то есть... Но, тем не менее, механизм довольно-таки натурально получился. То есть, один раз вы подпрыгиваете максимально высоко, на второй раз уже, как бы, чуть пониже. То есть, мне даже это нравится, потому что реально получилось довольно-таки реалистично. Ну, и это, как бы, не может не радовать. В общем-то, механизм у нас получился, как видим. Ну, и что же, я думаю, что на этом уже стоит заканчивать данное видео. Если вам понравилось, тогда обязательно, обязательно поставьте лайк, потому что лайков под видео очень мало, хоть и просмотров... Ну, просмотров тоже не особо много, но, тем не менее, явно побольше, чем лайков. И мне очень хотелось бы, если бы вы буквально потратили секунду своего времени и поставили лайк, потому что это нетрудно, ребят. В общем-то, на этом все. С вами был Джейкоб. Блин, какой же красивый Майнкрафт все-таки с шейдерами. Блин, вот хоть на заставку ставь, вот реально. Я даже скрин сделаю. Очень красиво, блин. Ладно, в общем-то, на этом все. С вами был Джейкоб. Огромное спасибо, что посмотрели данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, если этого вы еще не сделали. Всем удачи, ребят, и всем пока!